Ну, на мой взгляд, в любой стране, где происходит революция, я уже говорил о революциях, возглавлять после революции все-таки должен либо сильный лидер, который в состоянии остановить хаос, либо мудрый. А мудрый — это, в моем понимании, человек высоконравственный. И тогда человек с высочайшими нравственными идеалами сможет строить то общество, где достоинство человека будет являться главным принципом отношений внутри государства. Достоинство человека. Но это может построить только высоконравственный лидер. И высоконравственный лидер, на мой взгляд, выберет те нормативы, с помощью которых может управляться экономика, соответственно, и тех людей, которые будут стоять в управлении государством. Но вот на данный момент, конечно, нужен какой-то все-таки сильный лидер. То, о чем я говорил после любой революции, должна быть сила, которая остановит хаос. И это должна быть довольно мощная сила, которая способна противостоять хаосу.